Церковь, эквесия, места в этом мире – это прекрасно. Я хочу вам два примера привести. Очень современный пример. Всего несколько лет назад в африканской стране Луанна был геноцид. Племя Чути и Учу – два племени, причем почти полностью евангелизированные племени. Это были наши люди. Они устроили такую резню, что в течение буквального образа трех месяцев было вырезано полтора миллиона людей. Дети, взрослые, женщины, беременные женщины. Ужас – полтора миллиона людей. Убиты. Резали христианам. Это христианам. Это нацизм. Это национализм. Это то, что делается там, где люди пытаются своими идеями вершить мир. Было очень многое сделано. В Руанны были брошены ведущие специалисты по травматерапии. Христианские организации им помогали. Одним словом, 10 лет вставала эта страна на ноги. И по всей стране проходили ее организации. И каждый раз говорилось, что церковь, она исчезла со страны Луанна. И поэтому был миноцид. Были творительные дома? Да. Были религиозные общины? Да. Были религиозные партии? Да. Не было церковь. Если вы сегодня приедете в Руанну, а я только в феврале был на Большом Конгрессе, в столице Руанны. Руанна – небольшая страна, столица в Кигалии, город в три миллиона населения. Нет. Этот город такой чистый, такой красивый. В Цюрихе, в Швейцаре такой. Наш Берлин намного грязнее Кигалии. Город чистый. Город убранный. И куда ты не придешь, где бы ты ни был. Люди приветливые. Нас таксист частный возил по городу. Привет, привез нас в одно место, поставил машину, не закрывай. Я говорю, слушай, мы в Африке. Он говорит, у нас не воруют. У нас не воруют. Это в сердце Африки. Грязная Африка. Ленивая Африка. Ничего не получается в Африке. А в Гландии грезит. Другой пример. Три года назад меня пригласили евангельские верующие во Вьетнаме приехать и читать им семинары на тему эгрессии и церкви, трансформировающей город и мир. Они задумали начать акцию, которую они назвали «Любить свой город». И вот попросили меня приехать. Я сказал, я приеду к вам, если вы пойдете в ваше коммунистическое правительство, и расскажете им все про меня. Что расскажете? Он скажет, да, приедет там профессор доктор Йоганнес Раймер. Его в принципе зовут Иван Иванович Рейн. Вырос в Советском Союзе. Бывший комсомольский вожар. Не верил ни в Бога, ни в чем-то. Потом стал христианином. Начал подпольную организацию. Его посадили. Потом ее выкинули в 76-м году, как врага народа Советского Союза. Он раскрутил такую подпольную деятельность за границей, что вез 650 тысяч богословской литературы со своими командами на территории Советского Союза. На него стоят в архиве 3-4 метра вот таких скрышевателей в Москве. И он приезжает к нам в коммунистическую страну. Он попросил нас, чтобы вы ему все это рассказали, чтобы мы вам все рассказали о нем. Он будет читать лекции здесь, в подцеркви, которые меняют мир. Договорился с вами сделать следующее. Как только вы подумаете, что его надо выкинуть со стороны, он сразу уедет. Дайте ему возможность. Самых лучших специалистов пришлите, пусть слушают. Пришли, и сразу я 3 метра против ветра почувствовать их, как обычно сидят. Все воспитанные в большем Советском Союзе. Там унистическая страна по сегодняшний день. Вот. Я час проговорил, и там генерал подходит к нашему брату, ответственному за Иванский альянс города Ханоя. 22 церкви там собралось. И говорит, пусть еще час скажут. Потом я еще час говорю. Я целый день говорю. Я второй день говорю. И третий день говорю. Я рассказывал верующим, говорю, как вам не стыдно. Мы тут в молитвенном доме. Этот молитвенный дом в центре города. Когда я шел сюда, тут нужно было чуть ли не плавать, чтобы через эту грязь, и всю эту грязь, и дрянь пройти ваш молитвенный дом. Молитвенный дом красивый. Хорошо все строит. Жизнь уютная. А за стенками говно. Буквальным образом. Я говорю, как вам не стыдно. Как вам не стыдно вообще называться христианами? Вы даже улицу, на которой построили дом, убрать не можете. Ну, после этих слов меня, конечно, не отпускали. Еще дали час. Еще. Я говорю, вы им ответьте за благополучие этого города. Если вы не будете молиться за этот город, если вы не будете поднимать свои руки, если вы будете только пытаться урвать под себя и под свои молитвенные дома лучшие участки города, если вы будете только думать о себе, вы не христиане. Вы поймите. Вы не экресье. Это было три года назад. Я уехал. Эти 22 церкви ушли в пост и в молитву. На несколько месяцев. А потом они всем буртом убирали Ханой. Там шли целые шаланды с мусором. Они убирали этот город. Я приехал, вот сейчас я был в мае там. Правительство, коммунистическое правительство, дало разрешение провести конференцию по любви наш город для всех, всех стран окружающих Великобритании. Открытая конференция. И так сказали, вы можете открывать любую библейскую школу, если вы будете действительно брать на себя ответственность за наш народ. Слава Богу. Потому что мы зарылись в нашей идеологии. Мы не знаем, как дальше. Мы не знаем, как дальше. Церковь, которая взяла на себя ответственность. Вот эту церковь Богу благословляет. Он благословляет эту церковь. Даже во времена страшных гонений. Не знаю, вы знаете или нет. У нас сегодня пробуждение. Нет его в Европе. Нет его в Северной Америке. Между прочим, в США церковь евангельская потеряла 15% своих членов в течение последних стилей. Там нет пробуждения. Даже близко его нет. А где она есть? Только в течение последних пару лет в Северной Африке покаралось больше миллиона арабов. Самое сильное пробуждение в следующий момент в Веране. Около пяти миллионов. Они умирают за Господа. Все равно они уйдут. Там такая сила пробуждения в этой стране. Но не только там. И в других регионах этого мира. И когда я среди этих верующих, тогда я чувствую себя абсолютно в другой тарелке. Мне иногда кажется, что... Ну, почему так? Здесь среди своих чувствуешь себя чужим. А там среди чужих. И тебе кажется, что ты попал домой. А я скажу вам почему. Потому что наш дом с вами не на земле. Наш дом там, где церковь. Экклесия. Церковь Иисуса Христа. Я буду строить мою церковь. И тогда врата ада не победят. Они ее не одолеют. Они ее не одолеют. Ну, конечно, нам с вами хорошо, потому что мы с вами являемся потомками большого пробуждения. Вы не забывайте. В 1917 году на территории Российской империи у нас было всего-навсего около ста тысяч ивангинских верующих. Это в 1917. В 1929 году у нас на территории Советского Союза было около 10 миллионов ивангских верующих. В Меритопольской области только в одной Меритопольской области 90% всей молодежи прилижало к Бабсомолу. Была такая баптистская молодежная организация. Ну, Камсомол, он первым начинал себя от вызывать. Камсомолу просто потом скопировали. Они скопировали Бабсомолу, скопировали Бабсомолу. Камсомолу. Вот. Бабсомолу. Иван Сапавович Проханов, он был настолько, настолько обрадован движением, что он строил в Восточной Сибири, в Восточной Сибири, в Восточной Сибири, в Восточной Сибири, в город Евангельск. Целый город! В 1925 году советское правительство вынуждено было открыть новое министерство. Министерство по экономической деятельности сектантов. Это наше. И Борщин Круевич стал первым министром, который занимался только нашей экономикой. Экклесия. Это экономик, Экклесия, Экклесия. Я думаю, вы скажете, а почему все получилось, как оно было? Есть на это причине. И это позже. Но сейчас я хочу просто вас обрадовать тем, что есть такая возможность жить церковной жизнью, и эта церковная жизнь, она начнет менять, менять наши соседи, наше общество. Она начнет менять вокруг нас людей, не только наших родственников, потому что Экклесия стала Экклесией. Солю Земли и Светом Милу. И я думаю, что нам очень важно сейчас, вот в этот момент, не просто услышать мои примеры, а услышать вживую человека, которые этим живут. Много лет назад, когда меня еще в Белоруссию пускали, мы в Бресте провели семинар. И под темой церкви должна быть понятная народу. Во время этого семинара они нелегалу все записывали, они спрашивали меня, там, красиво, и хлебали потом, эти брещане такие, белорусские, они всегда спрашивают разрешение. Вот. И, значит, подходит ко мне бабушка одна, и говорит мне, Иван Иванович, хочу вам сказать, что я то, о чем вы говорите, не понимаю. Церковь должна быть понятна Богу, а не народу. Богу нужна церковь. Богу нужна церковь. Да, она ему нужна. Ну, на что? На что? Для того, чтобы потом церковь на халяву жила всю вечность? Ему что, ему нужно небесное халявное общество? А то, что ему надо? Извините, пожалуйста, Бог так человека не создавал. Бог не создавал человека на ничто. Он создал нас на великое дело, на его миссии. Церковь нужна Богу. Да, но на дела добрые, которые он давно, до того, он создал мир, придумал, чтобы мы жили этим делом. Церковь должна быть понятной народу. Там в Брессе были молодые ребята, которые поняли. И как бабушка это, она ушла, я даже не знаю, куда родилась бабушка, не помню даже, как ее звали. И не думая, что я сделал большую ошибку, забыв ее и не меру. Вот. Но в Брессе появилась церковь понятная народа. И Александр Борисюк, он сегодня, ну, случайно здесь, но я не могу его не позвать сюда. Александр, иди сюда ко мне. Мы много служили друг с другом. И в Европе, и в Африке, и поэтому мы, мы тут это самое, друзья, ну, настоящий белорус из еврейских происхождений. Саша, расскажи немножко о том, как получилась эта церковь спасения, которая сегодня все-таки является, ну, я бы сказал, важным инструментом миссии Бога в Бресте. мы верим, то, что у Господа есть очень много проектов на этой земле, ну, наверное, миллиардов семь. Вот. И каждый из нас один из его проектов. Вот. И мы не думаем, что нам нужно сдвинуть что-то огромное. самое важное, что мы должны сделать, это сдвинуть самого себя. Вот. И позволить Богу нас использовать так, как Он считает нужным. Вот. Когда внутри нас что-то происходит, делает нас более мягким в Божьей руках, тогда и славы Божьей больше в нашей жизни. Вот. Я бы сказал так, по-моему, это 94-й год был, когда мы были там на границе с Мазамбиком, и когда нас собирались расстреливать, а потом мы вместе с Юганом были там. И потом те, которые собирались расстреливать, покаялись, потому что мы им говорили Евангелие, они покаялись. Я помню, когда они побросали свои автоматы калашников и танцевали возле большого костра. Пятки стучат по земле, пыль. Вот. И когда вот они плакали, молились, я все понимал. 94-й год. Когда они начали танцевать, я отошел в сторонку, и я не понимал этого действия, которое происходит. И один из них спросил, почему вы не радуетесь вместе с нами? Они там кричали, вот радовались, славили Бога. А я сказал, вы знаете, я был чистый. Я не знаю, смотрели ли мне что-то понять, я не знаю, но мне казалось, что я сказал, что-то убедительное понимать. Ну, по крайней мере, это было в моих глазах. Но когда мы вернулись оттуда, во мне какая-то кломка произошла. Я понимал, что что-то мы должны оставить, чтобы быть понятным народу, понятным тем, кто живет рядом с нами. И, друзья, многие говорили, что у нас после приездки в Африку крыши поехали. Вот. Это правда. Но, что меня радует, друзья, Бог начал тогда нас использовать. Вот история, которая 25 лет продолжалась, это моя соседка. И она не любила верующих. Она очень не любила верующих. И они взяли прямо у меня под окном, посадили дерево. Это дерево росло, оно меня мучило. Я всегда иногда ночью просыпался, думал, в соответствующие органы заявить, испорчено долго в отношении. Может, тихонечко чем-нибудь подлить, знаете, а потом сказать, ну, вот, ну. Вот, дерево росло, мы продолжали за нее молиться. 25 лет этой истории. И потом мы уезжаем на собрание с женой, она говорит, можно я с вами? Села в машину, поехала, не было ни призыва, ничего, вышла вперед, покаялась. И когда она приехала домой, знаете, что она сделала? Она целого топора срубила дерево. Я вообще не говорил о дереве. Друзья, это Бог делает. Вот, и поэтому важно вот нашу гордость сломать. Вот, Ивана сказал, моя церковь. Я так думаю, а вот хочется где-то свое имя приписать, правда ли? Бог, надо забирать у нас славу и отдает кому-то. И смотрит, с таким ли мы рвением будем поддерживать этот проект, если там или имя не белька или нет. Вот, что сегодня в Блесте происходит? Это много маленьких проектов, один к одному. Но сегодня город отдал нам главную сцену на день города. И мы выбираем те группы, которые будут там играть, петь, говорить. И собирается от 15 до 20 тысяч молодых людей. Каждый люд. Друзья, это тоже Божий подарок, Божий план. Вот, на месте, где стояла маленькая палатка, в которой мы собирали, стоит, я бы так сказал, не просто молитвенный дом. Стоит здание, где мы собираемся, молимся, потом происходит много разных мероприятий. Спорт, занятия, салка, наркозависимые, это тоже дело Господа. Вот, если есть какие-то вопросы, я понимаю, что мое время ограничено, вы сюда, не меня пришли, сто жатей, грануса, вот, приезжайте вместе. Крыши над головой, вот, и чашки, кофе всегда мы любим. Не убегай, как ты ставь, вера, не убегай, девушка. Да не убегай, не убегай. Я сейчас, после 25 лет, меня пригласили туда, я уже немножко рассказывал, пригласили, ребята устроили так, что меня как ученого пригласили, читать латинские, немецкие книги в библиотеке областной. И что интересно, когда я подошел к этой областной библиотеке, возле библиотеки, прямо возле библиотеки находился большой памятник открытой Библии, Брестской Библии. Саша, расскажи, ну, хоть два слова про эту Брестскую Библию. В 1563 году в Бресте была отпечатана князем Николаем Дибилом Черным Брестская Библия, она была протестантской, с протестантскими комментариями, с планом персонального изучения Писания, потому что и католическая, и астротоксальная церковь, они исповедуют то, что только церковь может долговать Писание. Протестанты верят в то, что Писание говорит лично человеку. Это история нашего города, вот, и так Бог устроил, что, ну, смогли мы как-то даже в этом поучаствовать не только идеями, и финансово, вот, бронзовый, где-то около двух метров, знак, памятный знак Брестской Библии стоит в Бресте. Но, я хочу сказать, это благодаря тому, что перед этим было одно важное событие, и, хотя бы на внешнем фронте, многие общины Бреста, протестантские объединились, начали вместе собираться, молиться, вот раз в несколько месяцев мы собираемся пасторами баптистов, 50 никого в харизматах, вместе, молимся на таком завтраке, и Бог открыл на такие дыры. Вы поставили теперь памятник Библии, Брестской Библии, это вторая протестантская Библия вообще в Европе, была набереждано польский язык, да, на старопольский язык, типография была открыта, эту типографию были приглашены тогда ведущие специалисты с территории Западной Европы, и все это было на территории Бреста и Брестской области. У нас появилась потом вторая Библия, Острожская Библия, которая стала копией этой, по той же системе переводилась. Сильный город Брест, но это был 1563 год, а сегодня у нас 2018 год, и я, когда зашел в ваш молитвенный дом, 25 лет все-таки прошел, последний раз как он проповел в палатке, вот, а я сейчас зашел в молитвенный дом, и первое, на что я только откнулся, это детский сад, это вы, значит, в вашем молитвенном доме открыли детский сад, или как? Да, музыкальная школа, просто же, ну, мы собираемся, вычем, вот, ну, начиналось не с этого, начиналось с клуба беременных, вот, наши сестрички беременные начали встречаться, потом начали приглашать еще кого-то, вот, со стороны, потом, вот, скажем, некоторые специалисты, верующие, которые были больше верующие, наверное, чем специалисты, поэтому взялись работать, помогать, вести лекции, и теперь уже сегодня клиники городские к нам отправляют людей, чтобы они там проходили курсы по беременности, вот, и чтобы получить деньги на зарождение ребенка, мы выписываем сертификаты, в общем, они получают, это прести, да, вот, потом мамы захотели встречаться дальше, появился форум мам, вот, и мы опять, они опять встречались вместе, ну, и так вот перетекло в детский сад. После детского сада был одежда, а потом я пошел в один из залов и был пол музыкальной техники, всякая техника, световой техники, вот, у вас там в Бресте говорят, иногда бороют, и мне сказали, что вся эта техника городская, получается, вы этой техникой или владеете, или вы там за ней смотрите, получается, город вам доверил свою технику или как? Ну, так получилось, что хорошие специалисты, вот, техники есть у нас в церкви, члены церкви, поэтому город попросил, чтобы мы хранили и обслуживали городскую аппаратуру, которая, вот, озвучивая стадионы, там, свет, звук, вот, экраны, ну, так получилось, поэтому стараемся помогать городу в этом отношении. кто вы подрегает за бюджет? А, тоже доступен? Ну, по договоренности с городом, конечно, вот, спасибо, старший, спасибо, это, конечно, только, вот, столько информации о том, что делается в этой церкви, у нас, это не единственная церковь на постсоветском пространстве, которая пошла совсем другим путем, не путем, такого, такого, такой жизнь для себя, чтобы себя подготовить на вечную жизнь, а путем открытой миссионерской деятельности в городе. Люби город, люби людей вокруг тебя. Это очень, очень важно. Для того, чтобы решиться на это, надо решиться стать экклессией. Есть один очень важный принцип еще в этой экклессии. Дело в том, что в Новом Завете там не употребляется слово экклессия, это слово нигде не употребляется в генеральном плане. Нет такого новозаветного представления о всеобщей церкви. Это придумали, придумали уже потом отцы церкви. Это второе, третье, четвертое столетие, и так оно до нас дошло. У нас появились такие общие варианты. Оттуда мы все пошли общагом. Ваптийский общаг, Исятический общаг, там еще всякие общаги. Вот и тут общага, там общага. И каждый по себе, и каждый для себя. Нет, такого представления не было. Экклезия в Новом Завете всегда поместная являет. Это поместная церковь. Поместная церковь. Как был и поместный парламент. Потому что в древнем греческом мире в каждом городе, в каждом этносе, в каждом социокультуральном пространстве была своя экрессия. Значит, поместная экрессия. И они настолько интересны, различны, что удивляешься, не знаю, помните или нет, возьмите Иерусалим. В Иерусалиме в руководстве церкви были апостолы, потом у них была проблема с раздачей клемма, а не дьяконов призывали. А потом пройдет определенное время, у нас появляются и первые пресвитера. Да? Яков был пресвитером церкви Иерусалимской. Больше мы не знаем о других вариантов руководства этой церкви. Мы знаем, что церковь была разбита на домашние группы, потому что они нам описаны. Вот. И первая церковь, которая создается уже после Иерусалима, о которой мы знаем, но о которой мы знаем, она нам рассказана, это церковь в Антиохии. В Антиохии на Аронте, это был третий по величине город Иерусалимской империи, очень большой город, Антиохия на Аронте. Сегодня город называется Антакия, и я недавно посетил Антакию, прямо в центре города, во всей вероятности, там, где когда-то Павел работал, там сейчас наши братья с Кореи, купили банковское здание, отстроили молитвенный дом, и большущий крест вне Антакии, интересно, а в этом может быть потом еще. Но сейчас что интересно, в этой Антиохии старается, и нам явно описано, что руководство этой церкви собралось, спастилось, собрались они, спастились в Духе Святом, и Дух Святой призвал Варнаву и Павла стать первым миссионерами. Там написано, кто руководил этой церковью, и как звали этих руководителей, учителя и пророки. Что интересно, интересно, это не просто заметка какая-то, а это же сильно, получается, руководство церкви в Антиохии было другим, чем руководство церкви в Иерусалиме. А потом в Вейфес, и пошли мы в Рим, и вы заметите, что каждый раз локальные условия, да, по местным условиям, не только описывают ход самого служения, но также даже руководство церкви. Значит, получается, по условиям народа, или по условиям социально-культурного пространства и структуры. Дело не в структуру, дело не в структуру, а дело в Евангелии. Дело не в том, чтобы у нас всегда были правильные структуры, у нас церкви должно быть. Вот, церковь, когда мы говорим о церкви, мы церковь определяем определенных приметов. У нас церковь, это означает, у нас есть свой предсвитие, у нас есть пара диагонова, у нас проходит собрание воскресения, у нас всегда есть словословие или прославление, у нас есть хо, у нас есть две песни, две песни. Вот сегодня современные церкви охарились, и поэтому у нас есть литарники, вот, ничего против не имеют, в моей церкви то, что я, вот, у нас есть литарники, у нас появились инструменты, у нас кафедры, почему-то все стали прозрачными, потому что америкосы начали, из тех у всех появились прозрачные мы всегда делаем все казарменно, вплоть до песен, которые мы поем, один начинает и пошло и поехало, и по всему миру поехало. у нас традиции наши христианские растут быстрее, чем грибы после дождя, и мы потом переносим на весь мир, и удивляемся, что мир их не понимает, но как понять, как понять, как только я начинаю переводить вещи, я буду то же самое говорить с моим советским, российским, так далее, русским пониманием, постсоветским мозгами, я буду дальше говорить сейчас and I'm going to talk to your friends, and you will understand everything, и не ведула и вас а гривец пошли, куалатумбалахе тимим аккурату, урлоэва, как только я поменяю язык, я говорю то же сказать, не дарить меня, а если она была турчанкой, мусульманкой, я пошел к ней подал руку, искал то же самое, и ее Ахмед, который сидел порядок, меня осморел, и зубы точил, и я поудивлялся, что уже вышел из дома, потому что подать руку женщине, или подать руку мужчине, это еще ничего не значит, если вы у Сулуса, это в Южной Африке, вот Саша был с одной, там на этой самой, на конференции у Эрла Севина, и подойдите Сулусу руку, он вам сделает вот так, раз, он встанет, не видит они, она их все так, значит так, раз, один раз сделал, он тебе скажет, хорошо, что ты есть, пошел вон и больше не приходит, сделаешь два раза, он скажет, ты все-таки интересный человек, сделаешь три расскажешь, эй, братан, давай все встретимся, понимаете, значит, получается, кстати, символика нашего поведения, то, как мы себя ведем, наш вербальный, значит, словесный язык, и наш невербальный, не словесный язык, наше поведение, а культуру культуре совсем другую, я взял, извините, страшно, я так открыто говорю, да, насчет фонков, я взял, сфотографировал женщин, фонка, взял, сфотографировал мусульмана, есть очень консервативное католическое движение, все бегают в платках, наших сестер сфотографировал, и пошел к братьям, очень серьезным братьям, и говорю, братья, вот в фотографии, скажите, пожалуйста, кто из них ваша сестра? В Господе. Вы все же в платках. Кто из ваших, из них ваша сестра, которая правильно напоминает, та, которая носит платок, как вот та сестичка сидит, и тот все здесь на связал, или та, которая связала свою платок, сзади. Это по-мусульмански ты связал. Вот скажи, а они не понимали разницы никакой, посмотрели, сказали, они все наши сестры. Я говорю, Господи, вот это появился рай. Настоящий. Значит, по платочкам мы выясняем, а действительно они неверующие или нет. А потом у нас появились платочки всякие, модные, знаете, просвечиваются такие платочки, что кажется, вот это да. Знаешь, бегает. Самый, даже в шуфтях какая-то ойнула. А что, от этой тряпки Богу лекции станет, что ли? Извините, пожалуйста. Значит, мы придумаем всякие традиции, вот эти традиции потом становятся инструментами власти. Если так не будете себя вести, значит, исключим. Если так себя не будете вести, значит, вы не больше не часть нашего общества. Мы вас попросим, вы не с нами, вы не наши. Наши, значит, ведите себя все показателем. Церковь в самом начале существования страдала от того, что она не Духу Святому решает руководителей, а традиции. Заменив Духа Святого традицией, мы перестали быть и прессией. Второе, что мы заменили? Мы заменили поместность церкви всеобщностью церкви. И получается, церковь всеобщая, церковь универсальная, церковь везде одинаковая, если она не такая, то она не церковь. И потеряли поместный характер. А что мы потеряли? Самое главное, мы потеряли быть понятными народу. До сумбура дошел. И понимаете, столетиями в Римской католической церкви ни одно собрание не проходило на языке народа, все проходило на латыни. Люди приходили на собрание вообще чуть-чуть понимали. По Германии, по Франции, по Польше, здесь в Польше никто не читал ни одну месту, ни одну проповедь на польском языке, все было на латыни. Я когда в пресс приехал в архив, первое, что мне показали, такие вот толстые комментарии, все на латыни, на латинском языке. по латыни. А народ что-то понимал? Да ничего не понимал. А у нас что было лучше? Загнали киевлян, загнал Вальдемар, варяг, его, Владимир, он-то не звалил. Ольгу никогда Ольга не звалил. Хельга. Загнал в Киев, в Дену, покрестил, а потом у нас появился язык, старославянский язык. И по сегодняшний день приходишь на определенные собрания, они там на старославянском что-то лопочек, ты ничего не поймешь. Я специально изучал старославянский язык, чтобы вообще прочитать Никона и понять, о чем он говорит. И извините, пожалуйста. Или мы сегодня убеждены, все русские убеждены и украинцы, мы пишем на кириллице. Да глупость, и никто из вас кириллица не пишет. Кириллица, я не знаю, что там кириллица, но так называем, это не кириллица. Это греческий алфавит, который я немножко переделал под русский лад. Там кириллицей не пахнет. Значит, что мы делаем? Мы придумываем традиции, и потом эти традиции начинают просаживаться. Вплоть до такого, такой глупости ввести какой-то общий язык, и на этом языке будет проповедоваться, на этом языке проводится брание, язык становится, становится чуть ли не святым. Ну, конечно, не только мы это делаем, мусульмане делают то же самое. мусульманину скажи, что Коран переводит на русский язык, Коран. Они тебе глаза выкликали. Коран на божественном языке, а божественный язык какой? Арабский. Арабский. А я потом стою перед ним и говорю, как Аллаха звать? Аллах. Я говорю, это слово не арабское. Да нет, это что? Я говорю, да нет, не арабское. Это арамейское слово. Это не арабское слово, потому что если по-арабски было бы Эль-Иль, а не Аллах. Так если сам Аллах себя по-арабски называет, как тогда может эта книга быть такой святой на арабском языке? Подумаешь, что он говорится. Религиозники, всякая религия, она все вписывает в религиозные форматы, в ритуалы. Она ритуализирует наши представления и отчуждает ее жизни, действительной жизни в обществе. И люди ее не понимают. А как ее понять? Я когда стал преподавателем, открыли мы первый наш институт библейский в Белой Ореченске. Под номером один зарегистрирован в Советском Союзе. Первый библейский институт. в 90-м году. И вот проводим первые наши семена. Все читали Библию. Приехали одни наши. Восчетные, красивые, правильные, правильные, правильные. Все. Правильные одни. Все приехали в одних трусах, а я взял с собой десять. Потому что мы так привыкли мы на Западе, чтобы каждый меня и внешний берег. А потом надо было постирать не хватило. Постирал на следующее утром мои трусы все исчезли. Я говорю, братья, я понимаю, что вам может быть интересно, я не знаю, почему вы их сперли, но хоть признайтесь, я вам прощу, потому что вы будете бегать с чувством кузенью совести, что у профессора это библейская школа. Да. А потом было много других вещей. Вот мы собираемся, мы говорим об этом, о том, о том, поймая человека, начинаем брать. Это чуть по-советски. Он тебе в глаза врёт. И ты знаешь, что он врёт. И он знает, что он врёт. И написано, что лгать нельзя. Не руки. А говорим истину с ближним своим. Нет врёт, потому что, если это даже правда называлась, правды никакой в ней не было. Вся культура была враньё. И в этой культуре вранья врань. Понимаете? И получается, что враньё превращается в традицию. И тогда это абсолютно не проблема. Нет большой проблемы сказать, ну, не совсем так, как надо. Под себя одну. Да? не только это. Воровали? Господи! Если когда-нибудь в небе нам придётся всё сдавать в те колхозы, которые мы обворовали, мы, баптисты-писядники, тогда это будет миллионный. Это будет миллионный. Потому что всё у нас колхозное, всё у нас моё. Пока не поймали, не пойман него. Почему? Потому что в культуре, в православии, в культуре, в нашей этой культуре или без культуре, там воровство вообще не проблема. Там не воровство проблема, а быть пойманным проблема. Таких у нас куча других элементов. Значит, когда мы выходим в эту культуру, и мы просто-напросто начинаем традиционно действовать, тогда культура выдаёт там свои традиции, проходит определённое время, и мы не замечаем, что мы больше не евангельские. Мы делаем это по инерции. Мы по инерции ведём себя в ракурсе культуры. Другой пример, последний, потом на этом закончу. Почему у нас на Украине столько ненависти? С того и с сего. Это же подумать, какой баптист, какой баптист, когда я был молодым или 50-й, какой баптист нерегистрированный причём ещё, брал бы в руки автомат. Да мы все оказались на христиане. Я сидел за это. Друзья мои сидели, а сегодня мои же друзья раздают своём члену церкви оружие. Это куда мы приехали? Это куда мы приехали? Как можно так? А потому что без культуры определённой культуры, если долго его не менять, она автоматически превращается в религиозную культуру. И эта религиозная культура потом доминирует нашу жизнь. И мы для того, чтобы остаться всё-таки ещё святыми, мы на воскресенье уходим из-под этого. Воскресенье мы святые, а в понедельник опять на работе. В воскресенье мы поём, слава Господа, всё хорошо. А с понедельника мы врём, обманываем, воруем кудовому, к большому. Ну так, чтобы было и для себя что-то, понимаешь? Правильно. И да страшно такое. Я завёз сейчас госпиталь всего полтора года назад. Госпиталь, целый Госпиталь славился. Там разбомбили госпиталь. И мы в Германии нашли этот госпиталь. Вся техника, всё. Постели и так далее и так далее. Завезли в Киев. Приезжали несколько месяцев после этого, потому что до Киева могли навести, а дальше церкви взяли на себя. Приезжали в один из центров лагерного служения и вижу мои постели госпитальские. Они сострегли 10%. Это что, налог какой-то? Сострегли. и не только там, кругом. Завозь гуманитарку и обязательно ты всё не привёз, раздал, завтра поди на базар. Завтра поди на базар. Везде это поем. Откуда такое? Ну как можно так? Я же знаю, что это кто-то давал, кто-то просил денег у Бога, кто-то всё дал, а потом я просто-напросто беру себе. А кто-то право такое даёт? Всё доскопозное, всё у нас моё, чтобы у меня был. А потом я удивляюсь, что Бог это не позволяет. И что раньше или позже зовётся это бомба. Такое не бывает, мне позволили. Экресия это поместное явление, она не вписывается в местную культуру, она на месте вызвана из мира не для того, чтобы жить по-мирам. Мы не мирские. Вызваны из мира для того, чтобы взять на себя ответственность за мир. А это на языке, на структуре, на словах и на делах понятные людям. Понятные людям. Они просто запели что-то. Своим студентам в Белоречке я начал с ними работать на такие темы. Я говорю, друзья, давай мы сделаем так. Я сейчас поеду Краснодара, это было недалеко от Краснодара, поеду Краснодара, нашел город, приемный город, и вы выйдете на улице, будете людей спрашивать, просто на улице спросить, спросите, что означает Ибол? Ибол так возлюбил Бог. Ибол так. Пойдите, спросите. Просто у людей дам одни, ну, казачьи, кубанские казаки все-таки говорят на русском языке. Вот он это делал в Петербурге, я это проводил в других городах Большего Советского Союза, на Украине и других местах. Или, говорю, пойдете на улицу и спросите у людей, просто спросите, становите людей, спросите, что такое Агнец? Ну, что такое Агнец? Агнец это центральное выражение, центральное слово, с которым мы связываем Христа Иисуса и Его смерть, жертвенную за нас. Это не просто какое-то слово. Пойдите людей спросите, скажите, что вы понимаете, если я вам скажу, Агнец за вас пролил кровь. Иисус скажите, Агнец Божий за вас пролил кровь. Пойдите скажите, что они только все приносили с собой. Ну, никто не понимает. Если понимали какой-то старика, который в церковь ходит, он скажет, это библейский язык. Это мы еще слышали. А это по-моему звучит по-библейски. Что-то библейское. А что за библейское, они знают. Так если я так проповедую с кафедры, а люди меня не понимают, кто придет на мои собрания. А те, не понимают, а те, которые не понимают, не придут. Они послушают раз, два, три, и потом все. А что приходить-то? Вот у нас сейчас такая история во всех наших эмигрантских кругах в США. Проповедуют только по-русски. Молодежь ходит в американские школы, в американские университеты. По-русски понимают только как покушать, попить или ремня получить. Они не понимают русского языка, они не понимают, о чем речь идет проповедник с кафедрой, потому что никто дома не разговаривает. А он не учился в русской школе, он не понимает этого языка. Откуда ему понимать? И у нас появилась проблема ДБРовцы. Это дети верующие к родителям. Я вам скажу, в Америке такая проблема. Я сейчас сидел с парами, разговаривал, это чуть ли не каждая пятая, шестая семья расскажет, что их дети сидят в тюрьме. Это все наши, они выехали туда на спасение детей. И что, спасают? А почему не спасают? А потому что их проповедник на русском языке, их англоязычные дети непонятно. И когда я приезжаю на молодежную конференцию, мне братья, все же у нас командуют всегда, 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 всегда вороны такие, как я, которые в седьмой десяток пошли. И когда мы, когда мы, мы командуем парадом, посвоим, право, ты только по-русски скажешь, чтобы я не наши по-русски говорим. А если, извини, наши украинцы, мне просто повезло. Я говорю, братья, мне раньше тоже называли Ремя Рейнгл, потому что я в украинской деревне родился. Я когда-то я разговаривал по украинске, я все понимаю, почти все понимаю. Вот. Но если я начну проповедовать на украинском языке, вы все убежите. Не будем, потому что я пошли, пришли, не различают. Я уже говорил, я был в Малине на молодежной конференции, решил сказать, братья и сестры, давайте будем славить Бога с пыла. Думал, что не знал, что спил, не хотел сказать, что спил, потому что спил уже никак не пройдет. А это оказывается, проходит. Оказывается, проходит. Мы молодежно пробовала, посмеялись, и все. А если вы не смеялись, а взяли всерьез? Если всерьез подошли, что у нас получился за такой маленький? Там конференция молодежи 5000 спит молодых, потому что вспыла по всем статьям. Это же никуда не гонится. Понимаете, нам надо понимать, что если мы хотим быть церковью, понятным народу, нам нужно серьезно просмотреть то, что мы делаем. А это значит, церковь должна стать поместной. Церковь должна стать поместной. А для того, чтобы стать поместной церковью, для этого нам с вами, как церковь, это свое место понимать. Нам нужен контекст-анализ. Надо знать, что это за деревня, в которой я живу, работаю. Это же должен знать, что это за люди, чем они дышат, какие у них потребности, какие у них возможности, что они там делают. Ведь не просто так в Бресте они вдруг начали заниматься беременными женщинами. Как если я предложил в Германии тот же вариант, мог у меня сто процентов прошел. У нас в Германии тоже свои программы. другие программы, потому что они местные. Потому что мы провели контекст-анализ, и мы заметили, вот тут люди страдают, тут им нужна помощь, тут им нужна направленность, тут церковь должна им помочь. Церковь взяла на себя обязанность быть этому миру водителем, указателем, а не свет миру. Так вопроса, где света нет, а не там вопроса, где все светло. Вот вышли с лампочкой на улицу их показывают. Вот, 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 соус уже светит. Что ты за дурак показываешь, слабочкой на улицу? Пойди туда, где темно. А там мы не хотим быть. Мы говорим, мы дети света, мы только там, где светло. А ведь мы не призваны там быть где светло, мы призваны быть света миру, нам там, где темно, чтобы показать им, что там темно, и что есть вариант. Я вам скажу, я еще и не одного заблудившегося не встретил в этой жизни, который попал в какой-то темный подвал, и когда открыли дверь и показали мне свет, чтобы он не выбежал оттуда, радостный, счастливый, наконец-то нашел выход. но я еще и не видел ни одного счастливого, который сидел по счастливым, полный свет, все двери и окна открыты, ты заходишь, говоришь, показать тебе свет. А ты что, тронулся, что ли? Что, не вижу я света, что ли? И вот мы приходим, еще приходим с плохим вариантом. Мы вас приглашаем на концерт нашего христианского хора. У нас самые лучшие песни песнопения. А потом, потом это бас убежал в баритон, а баритон ушел в тезон. Так, какая, я вот недавно был на церкви, слушай, братья, вам что не стыдно выступать? Еще пригласили полгорода, послушали, послушали это двое. Но у нас никогда не было самых лучших музыкантов, даже при самой прекрасной церкви, у нас никогда не было самых лучших музыкантов. Самые лучшие музыканты от того и лучшие музыканты, что они не у нас. Так, если мы хотим, чтобы они были у нас, тогда надо дать ей возможность музыкой заниматься у нас, а не просто нам поступить какие-то зауральские мотивы. Я когда покаялся, я никогда не забуду, я первый раз зашел в эту церковь, это было очень серьезное, я советую в этой церкви демену. Я ее люблю, в этой церкви на сегодняшний день, но я как сейчас помню, я захожу, я комсомольский вожак, я участвовал в самых больших акциях, все было очень хорошо, я играл на гитаре, на контрабасе, я джазом занимался, и так далее, и так далее, и так далее. Я захожу на это собрание, я не пою. «Мы умерем землю». Мне же стыдно все не повторять. Я спросил, кто-нибудь умрет. Что мы поем? Что мы поем? За упокой. Что это такое? И вот он придет неверующий человек, он будет радоваться нашему пению? Нет, он не будет. А почему мы поем эту песню? А потому что на Волге старые бурлаки покаялись, эту бурлачью песню, песню переняли, а потом она пошла по всей России и мы убили на земное. Чтобы все бурлаки, что ли, с Волгой? Ну нет. А теперь, конечно, не бурлаки, с Волгой, теперь пошли у нас там Илсом. Перевели на русских языках и в Солге. Это та же самая Петрушка. Разница между этими хельсом надпоем, да, по более современному. И этими бурлаками с Волгой ноль. Почему нет, потому что это небесное пение. Это не поместное пение. Это не люди на месте. Они должны это понять. Маркин Бекал по народу, смотрел на их мелодии и писал песни. Иван Цепаш Проханов веком по своему народу писал песни и вышли его мусс. И в 20-е годы все пели. А потом, когда закончились Прохановские времена, мы все продолжали петь те же самые песни. Но люди поменялись. И никто их не понимал. И поэтому никто, может, не шел. В 20-е годы каялись тысячи, тысячи, миллионы. А в наше время никто. Церковь должна быть по месту церкви. Теперь смотрите, у вас по 4 церкви или 5 церкви собралось по месту в Варшавске. Вот что означает быть эмигрантской церковью в Варшаве? Это серьезный вопрос. Если после моего семинара вы вообще еще захотите меня слушать в этой версии, я уж точно не приеду к вам сюда в Варшаву, чтобы повторять все, что сказал. А надо будет работать над вопросом, что значит быть эмигрантской церковью в польской стране. которая заинтересована в миссии, понимаете? Не просто от себя мы собираем наших людей, чтобы они тут не вообще пропали. Так если люди приезжают в Варшаву для того, чтобы пропасть, если отпускать нельзя, в Варшаву в Варшаву не просто экономический смысл, а смысл миссиональный, миссионерский. Вот об этом надо говорить. Не будем мы говорить потеряйтесь. Потеряйтесь. я проводил несколько эмогилизаций в Лиссабоне. Лиссабон это Португалия. Каждый десятый португалец сегодня разговаривает на русском языке. Там столько наших людей, это ужас. И вот начинали эмогилизировать, мне братья говорят, я спрашиваю, а где наши люди? Потому что пришли только свои, я же вижу по лицам, стандартные лица, стандартная улыбка, стандартная одежда, я вижу, что будут все наши, все свои, все покрещенные. Я говорю, мы хотели эмогилизировать или нет? Где наши люди? Русскоязычная эмогилизация, где люди? А мне братья, так они все под мостом. И пошли мы под этот мост. И я уже снулся. Это все те, которые поехали на заработки. Там нашли себе другую бабу. Дома себя развалилась. Этот заработок не получился. И они все потерялись полностью. И там куча, куча нашего люди. Я говорю, братья, здесь надо эмогилизировать. Вот здесь не дам у вас в вашем молитвенном доме. Да кому-то эмогилизация взялась в вашем молитвенном доме. Вы же все уже смотрите правильно, оделись правильно, выглядите правильно. Здесь тогда эмогилизируют, здесь наши люди. А мне брать говорит, так это все отпавшие. А что отпавшие? Не наши? Понимаете, если мы хотим, чтобы у нас было будущее в Лиссабоне, Варшаве, Берлине, Москве, это самая история. Самая история. Знаете, Москва сегодня что-то закон? Это меньше 50% населения уже не русскоязычные, а все салам алейкум. А что делать там слово мусульман? У нас самая быстро растущая церковь в Москве это китайские? Это надо себе представить. Москве! Я же не говорю где-нибудь, в Москве! Так как нам? Шоу на замес. Об этом мы с вами завтра будем говорить. Стать церковью в Варшаве на Варшаву. Я хочу, чтобы вот это знаменитая песня Эдиты Пьехи не помните или нет «На Варшаву падает дождь». Не помните такой песни? Нет, вы все не советские. А те, которые советские делают, забыли или были в церковь не помните таких шлягеров. Но была такая Эдита пена. Она пела эту песню «На Варшаву падает дождь». Я ее очень любил. Вот. Не Эдиту, а песню. Эту песню. «На Варшаву падает дождь». Вот я хочу, чтобы «На Варшаву падал дождь». Иван Алина. А для этого вынуждены вы тот элемент. Но для того, чтобы стать им, надо стать экклесивным. Решиться стать. К сожалению, я хотел читать возможно вопросы, поставить вопросы, время прошло, но хотел бы за вас помолиться. И может быть, есть тут люди, которые сегодня прослушав семинар скажут «Брат, помылись, пожалуйста, я хочу стать членом такой экклесии. Я хочу, чтобы моя церковь была такой экклесией, церковой Христа». Ведь Иисус строит свою церковь на ком? На Петре. А кто такой Петр? Петр все на ура, все «Я, я, я, я». А когда его крышил, он три раза отказался от Петра. Петр, он такой же, как и ты, я. Я всегда говорю, Петр настоящий советский рецидивист. И на этом Петре, который покаялся, раскаялся, и Господь его нашел, поставил на ночь, о нем устроился. Поэтому каждый из нас, если с Петром он справился, то точно с тобой. С тобой он сто процентов справится. Ты не можешь быть хуже его. Тот уже был пределом. А Павел тут вообще вывел. Убийцей был. Павел говорит, я был самый страшный самый наибольший из всех. И кто такой Господь? Бог может. Бог великое творит, если мы решимся. Ты его творение создан на телодом, который он назначил тебе творить в Дальске, в Варшаве, в Люблине, а может быть там дома, откуда ты приехал. Хочу за тебя помолиться. И здесь тут люди, которые хотят, чтобы Господь отказал этим путем. Я прошу вас, поднимите вашу руку. зовут Закон. Это многие. Те, кто подняли руки, все остальные захотите. Встань на полюсах. Господь мой, Бог мой, я тебя от всего сердца благодарю за то, что церковь твоя, она может быть понятна народу. она меняет народы. Ты меняешь народы через твою церковь. Твоя церковь становится инструментом пробуждения, становится силой, которая невообразима в своем исполнении. Я благодарю тебя за это. Спасибо тебе. Слава тебе. Слава тебе. А луя тебе, Господь, я имя твое поднимаю над этим местом, над твоими сестрами и братьями. И я молю тебя, пройдись по их рядам. Господь, я молю тебя, Господь, Дух Святой, пожалуйста, войди в людей, собравшиеся тут. Те, которые поднимали руки. Я не знаю, где они находятся, что у них за дагматические загвозки в голове. Но я молю тебя, исполни их своим присутствием. Дай, чтобы они пошли твоим путем. Благослови и дай им увидеть твою силу, силу твоих даров, возможностей и способностей. Благослови их. Слава тебе. Слава тебе, Господь. Слава тебе. Слава тебе. А сейчас мы пойдем отдыхать. И я молю тебя, чтобы сегодняшняя ночь для каждого из нас стало бы было местным встречи с тобой. Как Давид говорил, когда он ложился спать, что ты с ним и даже ночью его учишь. Я молю тебя, учи нас, чтобы завтра, когда начнется этот день, мы начали его в твоем присутствии. Начали его в твоем присутствии, будучи твоей церковью, которая ищет твои силы, твоей власти. Слава тебе за это. Слава тебе за это. Ты наш очень, сущий на небесах, освятится имя Твое. Да пребудет царство Твое. На земле, как и на небе. Хлеб наш на сущхе дай нам и сиди. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава. Ибо Твое, ибо Твое есть царство. Слава и величие по веки. Аминь. Аминь. Сидитесь, пожалуйста, братья, закончите общение сегодня. Аминь. Продолжение следует...